Беседа 82. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Глава 17, стих 14. Первое. Когда мы, живя добродетельно, подвергаемся преследованию людей злых и за привязанность к добродетели терпим от них осмеяние, не будем печалиться и скорбеть. Таково уже свойство добродетеля, что она обыкновенно в людях злых возбуждает к себе ненависть. Завидуя тем, кто хочет жить праведно, и думая самим себе приготовить оправдание, если очернят добрую славу других, злые люди ненавидят добрых, как идущих противоположным путем, и всячески стараются обесславить их жизнь. Но не будем сокрушаться, потому что ненависть злых служит знаком добродетеля. Потому-то и Христос говорит, если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. Глава 15, стих 19. И опять в другом месте. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Евангелие от Луки, глава 6, стих 26. Поэтому же и здесь он говорит, передал им слово твое, и мир возненавидел их. Этим опять высказывает причину, по которой они достойны великого попечения Отца. За тебя, говорит, и за слово твое они подверглись ненависти, поэтому достойны всего промышления. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Но ведь он сказал, что Отец все сделает, чего бы они ни попросили. Почему же здесь сам молится за них? Это, как я сказал, только для того, чтобы выразить любовь к ним. Они не от мира, как и я не от мира, стих 16. Как же он в другом месте говорит, которых ты дал мне от мира, они были твои, стих 6. Там он разумеет природу, а здесь злые дела. Таким образом, многое говорит в похвалу учеников. И, во-первых, что они не от мира. Потом, что сам Отец дал их, что они соблюли слово Его, и что за это их ненавидят. А что он говорит, как и я не от мира, этим не смущайся. Слово «как» не означает здесь совершенного сходства. Как в таком случае, когда говорится о Христе и об Отце, словом «как» выражается полное равенство по сродству их естества, так и тогда, когда говорится о нас и о Христе, Оно допускает великое различие по причине великой и беспредельной разности между Его и нашим естеством. И если Христос не сделал греха, и не было лжи в устах Его, книга пророка Исаии, глава 53, стих 9, то как могут быть сравниваемы с Ним апостолы? Что же значит слова Его «они не от мира»? Они имеют в виду другой мир. У них нет ничего общего с землею, они сделались небесными гражданами. И этим также Он показывает Свою любовь, так как хвалит их предотцом и поручает их родившему. «Сказав же «соблюди их», Он сказал не только об избавлении их от опасностей, но и об утверждении в вере. «Потому и прибавил «освети их истинною Твоею» – стих 17, «сделай святыми преподанием Святого Духа и правых догматов». Как прежде сказал «вы очищены через Слово, которое Я проповедал вам», глава 15, стих 3, так и теперь говорит то же самое «наставь их», «научи истине». Но ведь Он сказал, что это делает Дух, как же теперь просит об этом Отца? «Это опять для того, чтобы ты познал равночестие». А исповедание правых догматов о Боге действительно освящает душу. Не удивляйся и тому, что Он приписывает освящение Слову. А что Он говорит о догматах, это видно из того, что Он прибавил «слово Твое есть истина», то есть нет в нем ничего ложного, но все сказанное должно непременно исполниться. «Нет также ничего образного, ничего телесного». Так и Павел говорит о Церкви, что Христос осветил ее посредством Слова. Послание к Ефесиным, глава 5, стих 26. Значит, и глагол Божий может очищать. Впрочем, мне кажется, что выражение «освети их» значит и нечто другое. Именно «отдели их» для Слова и проповеди. И это опять видно из дальнейших слов. «Как Ты послал Меня, говорит Христос, в мир, так и Я послал их в мир», стих 18. То же, говорит и Павел, дал нам слово примирения, второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 19. Действительно, для чего пришел Христос, для того и апостолы обошли вселенную. Но слово «как» опять и здесь не означает равенство между им и апостолами. Иначе, каким бы образом люди могли быть посланы, а говорить о будущем, как о прошедшем, делай ему обыкновенное. «И за них Я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинною», стих 19. Что значит «посвящаю себя»? «Приношу Тебе жертву». Жертвы же все называются святыми, как и действительно свято все, принесенное Богу. Но так как в Ветхом Завете освящение было в прообразе под видом овцы, а теперь оно уже не в прообразе, но в самой истине, то Он говорит, чтобы и они были освящены истинною Твоею. «И их самих Я посвящаю Тебе и делаю приношением». Это Он говорит или потому, что глава их делается жертвою, или потому, что они и сами будут жертвою. «Представьте, сказано, тела ваши в жертву живую, святую». Послание к римлянам, глава 12, стих 1. И еще «считают нас за овец, обреченных на заклание». Псалом 43, стих 23. «Таким образом и без смерти Он делает их жертвою и приношением». А что словом «посвящаю» Он намекал на свою жертву, это видно из того, что следует далее. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их». Стих 20. «Так как Он умер за верующих, а между тем сказал «за них Я посвящаю Себя», то чтобы кто ни подумал, что Он умер только за апостолов, Он прибавил. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их». Стих 20. Второе. «Через это Он опять ободрил их души, показав, что будет много учеников. Так как Он сделал общим достоянием то, что им принадлежало, по преимуществу, то опять утешает их, объявляя, что они же будут виновниками и спасения других, а сказав и о спасении их, и об освящении верою и жертвую, Он говорит, наконец, о единомыслии и тем заключает Своё Слово». Этим Он начал, этим и оканчивает. В начале Он сказал «заповедь новую даю вам». Глава 13, стих 34. «А теперь да будут едино, как Ты, Отче во Мне, и Я в Тебе». Стих 21. Слово «как» опять не означает по отношению к ученикам точного равенства, потому что для них таковое и невозможно было. Оно значит, сколько возможно для людей. Подобно тому, как и в словах «будьте милосерды, как и Отец Ваш» Евангелие от Луки, глава 6, стих 36. «А что значит в нас?» Стих 21. «Поверь в нас. Так как ничто столько не соблазняет всех, как раздор, то он старается, чтобы были едины. Что же, скажешь, достиг ли он этого?» «И очень достиг. Потому что все, уверовавшие через апостолов, суть едина, хотя некоторые из них и отделились. Впрочем, и это отделение не укрылось от него. Напротив, он предсказал и о нем, и показал, что оно происходит от человеческого нерадения. «Да уверует мир, что ты послал меня», стих 21. Это же самое он говорит и в начале. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою», глава 13, стих 35. «Но каким образом другие могли через это уверовать?» «Уверуют, — говорит, — потому что ты Бог мира». Итак, если они будут соблюдать все то, чему научились, то слушающие их узнают учителя по ученикам. «Если же они будут в несогласии, то никто не скажет, что они ученики Бога мира. А не признавая меня миротворцем, никто не будет исповедовать и того, что я послан тобою». Видишь ли, как до самого конца он старается утвердить свое единомыслие с отцом. «И славу, которую ты дал мне, я дал им», стих 22. «То есть славу чудес, славу учения и славу добудут единодушны, потому что и в том слава добудут едино, и слава больше чудес». Как по отношению к Богу мы изумляемся, что в естестве Его нет ни несогласия, ни борьбы, и это величайшая слава, так, говорит, и они, да прославятся тем же. Но почему же, скажешь, он просит отца даровать им это, тогда как по его же словам дает сам? Говорит ли он действительно о чудесах или о единомыслии или о мире? Везде видно, что он сам преподал им это. Все это показывает, что он просит для утешения их. «Я в них, и ты во мне», стих 23. Каким образом он дал славу? Тем, что он пребывал в них сам, имея с собою и отца, чтобы теснее соединить их. А в другом месте он говорит не так. «Не через него отец придет, но сам он, и отец придут, и обитель у него сотворят». Глава 14, стих 23. Таким образом, там он уничтожает мнение Савелия, а здесь Ария. «Да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня». Стих 23. Часто повторяет это, чтобы показать, что мир может привлекать больше, чем чудеса. И действительно, как вражда имеет силу разделять, так согласие соединять. «И возлюбил их, как возлюбил меня», стих 23. Опять, и здесь слово «как» означает «столько, сколько человек может быть любим». А доказательство этой любви то, что он себя самого предал за них. Сказав таким образом, что будут в безопасности, что они не совратятся, что они будут святы, что многие уверуют через них, что они сподобятся великой славы, что не только сам он возлюбил их, но и отец, Христос говорит, наконец, и о том, что будет с ними по отшествии отсюда, о наградах и венцах им уготованных. «Отче», — говорит он, — «которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной». Стих 24. «А этого они всегда и домогались, говоря, куда идешь». Глава 14, стих 5. «Но что ты говоришь? Ты просишь, чтобы получить это, а сам еще не имеешь? Как же ты сказал им, сядете на двенадцати престолах?» Евангелие от Матфея, глава 19, стих 28. «Как обещал многого, и другого еще большего?» Видишь ли, что он говорит все это приспособительно? Иначе как бы он мог сказать, «после пойдешь?» Глава 13, стих 36. «Очевидно, он говорит так для большего удостоверения в любви. «Да видят славу мою, которую ты дал мне», стих 24. «Это опять доказательство единомыслия с отцом. Оно, конечно, выше прежних, потому что он сказал, «прежде основание мира», но и в нем есть некоторое приспособление, так как он говорит, «ты дал мне». Если же это не так, то я очень желал бы спросить противника. Тот, кто дает? Дает, конечно, кому-либо существующему. Итак, неужели отец прежде родил сына и уже после дал ему славу, а сначала оставил его без славы? Но как можно допустить это? Видишь ли, что слово «дал» значит то же, что родил? Почему же Христос не сказал «да будут причастниками славы», но «да видят славу»? Этим он намекает на то, что все блаженство состоит именно в созерцании Сына Божия, а отсюда происходит уже и слава. Так и Павел говорит, открытым лицем взирая на славу Господню. Второе послание к Коринфянам, глава 3 стих 18. В самом деле, как те, которые смотрят на солнечные лучи и наслаждаются прозрачнейшим воздухом, получают удовольствие через зрение, так и тогда, но гораздо в высшей степени созерцание доставит нам наслаждение. В то же время Христос здесь показывает, что предметом созерцания будет не то, что подлежит обыкновенному зрению, но некая поразительная сущность. «Отче праведный, и мир тебя не познал» стих 25. Что это значит? Какая здесь последовательность? Этим показывает, что никто не знает Бога, кроме тех, которые познали Сына. Смысл слов Его следующий. «Я хотел бы, чтобы все были в этом состоянии, но не все познали тебя, хотя и ничего не могут сказать в свое оправдание». Вот это именно и значат слова «отче праведный». В этих словах, мне кажется, Он выражает и негодование на то, что не хотели познать столь благого и праведного. Так как иудеи говорили, что Бога они знают, а Его не знают, то против этого Он говорит, «потому что возлюбил Меня прежде основания мира» стих 24. «И тем защищает себя от иудейских обвинений». В самом деле, тот, кто принял славу, кто возлюблен прежде сложения мира, кто желает их самих иметь свидетелями этой славы, как мог быть он противником Отцу? Несправедливо значит то, что говорят иудеи, будто они знают тебя, а я не знаю. «И сии познали, что ты послал Меня» стих 25. «Видишь ли, что Он намекает на тех, которые говорили, будто Он не от Бога, и к этому направляет все Слово? «И Я открыл им имя Твое и открою» стих 26. «Но ведь ты сказал, что совершенное знание даруется Духом». «Так, но что принадлежит Духу, то Мое». «Да любовь, которую ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них» стих 26. «Когда они уразумеют, кто ты, тогда узнают, что Я не чужд, но весьма любим, что Я истинный Сын и соединен с тобой. Убедившись же в этом, как должно, они соблюдут и веру в Меня, и твердую любовь. А когда они будут любить, как должно, тогда Я буду пребывать в них. Видишь ли, к какому прекрасному Он пришел к концу, заключив речь словом о любви, Матери всех благ? «Будем же веровать и любить Бога, чтобы и о нас не было сказано, они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются» послание к Титу, глава 1 стих 16. «И еще отрекся от веры и хуже неверного» первое послание к Тимофею, глава 5 стих 8. «В самом деле, если неверный оказывает пособие и рабам, и сродникам, и чужим, а ты не заботишься и о принадлежащих к твоему роду, то какое, наконец, будет тебе оправдание, когда через тебя Бог подвергается хуле и поношению? Посмотри, сколько Бог дал нам поводов к благотворительности. «Одного», — говорит он, «милуй, как сродника», «другого, как друга», «третьего, как соседа», «того, как согражданина», «этого, как человека». «Если же ничто это не трогает тебя, но ты разрываешь все узы, то узнай от Павла, что ты хуже неверного». Тот, ничего не слышавший о милостыне, ничего о том, что на небе превзошел тебя человеколюбием. А ты, обязанный любить самих врагов, смотришь на своих, как на врагов, и деньги бережешь больше, чем людей. Между тем, деньги, будучи истрачены, не потерпят никакого вреда, а человек, оставленный без презрения, погибнет». Что это за безумие беречь деньги и не беречь родных? Откуда вселилась эта страсть? Откуда эта бесчеловечия и жестокость? Четвертое. «Если бы кто, севший как бы на вершине зрелища, взглянул на весь мир, или лучше ограничимся пока, если хотите, одним нашим городом, так, если бы кто, севший на высоком месте, мог разглядеть все человеческое, подумай, сколько увидел бы он безрассудства, сколько пролил бы слез, каким посмеялся бы смехом, сколько почувствовал бы ненависти. Мы действительно поступаем так, что наши дела и смешны, и глупы, и жалки, и ненавистны. Вот один кормит собак, чтобы ловить диких зверей, а сам впадает в зверство. Другой ослов и валов, чтобы возить камни, а презирает людей, истоевающих от голода. Тратит бездну золота, чтобы соорудить каменных людей, а людей настоящих, которые от бедствий сделались каменными, оставляет в небрежении. Иной собирает драгоценные камешки и с большим трудом убирает ими стены, а, видя ноги и члены нищих, нисколько не трогается. Одни к своим одеждам придумывают еще одежды, а между тем другие не имеют чем покрыть и ногово тело. В судах опять один пожирает другого, иной расточает все на блудниц и тунеядцев, другой на комедиантов и плясунов, иной на пышные постройки, на покупку сел и домов. Опять один вычисляет проценты, другой проценты на проценты, иной сочиняет бумаги, наполненные многими убийствами, и даже ночью не имеет отдыха, неусыпно бодрствуя на пагубу другим. Едва настал день, один бежит на прибыль неправедную, другой на трату беспутную, а иные на казнократство. Вообще об излишнем и запрещенном много заботы, а о необходимом нет и мысли. Судящие носят действительно имя судей, а поступают как разбойники и человекоубийцы. «Если кто рассмотрит тяжбы или завещания, тот опять и здесь найдет множество зла, коварства, воровства, злые умыслы, и об этом всем попечении, а о духовном нет и мысли. В церковь все приходят только для того, чтобы поглазеть, но от нас требуется не это, нам нужны дела и чистая душа. Если же ты весь день истратишь на любостяжание и потом, придя в церковь, скажешь несколько слов, то не только не умилостивишь Бога, но еще более раздражишь Его. Если ты хочешь преклонить на милость твоего Господа, то покажи дела, познай множество всякого рода бедствий, презри нагих, алчущих, обижаемых, Бог открыл тебе тысячи путей к человеколюбию, и так не будем обманывать самих себя, живя напрасно и даром, и не будем небрежны, потому что теперь здоровы. Мы уже не раз подвергались болезни и, дойдя до крайней степени изнеможения, умирали от страха и ожидания будущего. Помышляя об этом, будем думать, что опять можем подвергнуться тому же, приобретем тот же самый страх и сделаемся лучшими. Так как настоящие наши дела достойны тысячи осуждений, заседающие в судах подобны львам и псам, оторгующие на рынках лисицам, да и те, которые живут, не занимаясь никакими делами, и те пользуются свободу и отдел никак должно, но губят весь досуг на театры и происходящие оттуда дурные дела. И нет никого, кто обличал бы за все это. А соревнующих и сокрушающихся, что сами не могут делать наравне с другими, много, но и эти последние также подвергнутся наказанию, хотя они и не сделают худого, потому что не только их делают, но и делающих одобряют. Послание к римлянам, глава 1, стих 32. Наклонности их одинаково растленны, а из слов апостола видно, что будет наказание и за сердечное расположение. Каждый день я говорю это и не перестану говорить. Если кто послушает хорошо, а если и никто не обратит внимания, то все же вы услышите это тогда, когда вам не будет от того никакой пользы, и вы станете укорять самих себя, а я буду чист от вины. Но не дай Бог, чтобы я имел только это оправдание, нет, я желал бы, чтобы вы были и похвалою для меня предсудилищем Христовым, чтобы вместе насладиться небесными благами, по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь.